Продолжаем начинать. Второй день нашей международной недели коучинга. И у нас в эфире Елена Челакиди, PCC ICF, президент ICF Russia Chapter 2016 и 2017 года. И у нас формат 15-минутного интервью. Елена, доброе утро. Я очень рада сегодня тебя приветствовать здесь, потому что ты для меня являешься бесконечным образцом этичного поведения. И образцом такого очень тонкого чувства, что такое коучинга, что такое коучинговое пространство. С благодарностью к тебе первый вопрос. Вот как тебе кажется, чем в настоящее время коучинг ценен для человека, для бизнеса, для компаний и общества в целом? Как-то три в одном, да? Да. Сильно так сильно, в общем, я поняла. Смотри, ну в чем ценность, чем ценен? Если идти от человека, от частного к общему, то я думаю, что коучинговый подход, работа с коучингом или самокоучинг позволяет человеку стать, ну может быть это пафосно звучит, лидером в своей жизни. То есть позволяет взять на себя ответственность, позволяет по-взрослому относиться к возможностям, к своим действиям, повышает самодисциплину и, на мой взгляд, делает из человека человека, нормального, хорошего, правильного человека. И я, когда думала по-русски, наверное, для меня это делает лидером в своей жизни, а вспомнила слова зарубежных коллег, они любят такие слова, стать лучшей версией себя. Вот, наверное, с помощью коучинга человек становится лучшей версией себя. То есть максимально, делает максимально из возможного. Дальше, если мы говорим про компании и бизнес, ну такое, как одно что-то, то я думаю, что внедрение коучинга внутри компании или даже точечное его использование, оно дает возможность, особенно в наших условиях, компании достаточно быстро реагировать на изменения рынка, перекомпоновываться, рождать новые идеи, внедрять их, даже зачастую бежать быстрее рынка. Вот сейчас так все быстро вокруг стремительно меняется, что многие компании, они как будто так встали в стопор и смотрят, а перед ними все бегут, кто-то обгоняет, кто-то не обгоняет, и пока до них дойдет, что же надо делать, какое-то время проходит. Все-таки коучинг за счет визуализации, оценки рисков, поиска возможностей дает такой результат, такой эффект, что более быстрая трансформация и даже иногда игра на опережение. Обществу, вот это, наверное, самая сложная для меня часть, для кого-то может быть легкая. Общество все-таки дает такие компании, таких людей. Вопрос, насколько это общество готово к таким компаниям активным, быстрым, независимым и таким людям, которые самодостаточные, принимающие изменения и, опять-таки, реагирующие на эти изменения, берущие на себя ответственность, это уже, наверное, зависит от стадии развития самого общества. Но в целом, на мой взгляд, чем больше таких людей и компаний, тем на более высокий уровень развития и зрелости переходят уже страны и страны, и континенты, и весь мир в целом. А так как ICF – это все-таки глобальная организация, что мне очень-очень нравится, то вот эти изменения, они идут одновременно во многих точках планеты, и вот это вот движение вперед и развитие, оно уже, на мой взгляд, становится неизбежным. Потому что если где-то не получилось, то в другом месте обязательно, обязательно это развитие произойдет. Спасибо тебе за этот ответ. У меня здесь родился еще один вопрос. Мне кажется, мы успеем его взять. Ты говорила о внутреннем лидерстве. Это такая тема яркая сейчас, и мне кажется, что многие люди об этом задумываются. Вот для тебя само внутреннее лидерство, что это тебе открыло и что это дало? Вот сейчас. Дай мне секундочку тогда подумать, пожалуйста. Если говорить про меня, то это однозначно дало переход в чем-то от позиции жертвы в своей жизни к позиции как победителя, скажем так, изменению сценария жизни. И это дало осознание, что очень многое находится в моих руках, и от меня зависит, достигну я этого или нет. И ощущение, знаешь... То есть я приняла ответственность за свою жизнь. И еще при этом дало ощущение, у меня даже немного мурашки идут, о том, что вокруг очень много возможностей. И очень много и людей, и обстоятельств. Они просто ждут, когда к ним обратятся за поддержкой, скажем так. То есть вокруг очень много поддержки начинанием людей. Вот это для меня, наверное, тоже было самым большим откровением. А изменило в том, что я живу той жизнью, которую я хочу. Это однозначно. Спасибо тебе большое за этот ответ. И тот вопрос, который важно задать в контексте нашего короткого 15-минутного интервью. Почему лично тебе ценно быть членом ICF? Знаешь, наверное, я ответила себе на этот вопрос еще когда была президентом ICF. То есть я же задумалась тогда об этом. Собственно, меня часто спрашивали. И я, наверное, вот как могу сказать. Что у меня ценность нахождения в ICF, она менялась годами. Но это, вы знаете, это я сейчас уже, да, вот сейчас оглянувшись назад. Понимаю. То есть в самом начале я вступила в ICF, будучи начинающим коучем. И для меня было очень важно. И оно продолжает быть, да. Я сейчас просто одно к другому наложу. Важно было иметь принадлежность к международному бренду. То есть когда меня спрашивают, Елена, а чем вы занимаетесь? Вы коуч, и что вы делаете как коуч? В этот момент сразу срабатывала парадигма, что коучинг по определению ICF – это тот и тот. ICF – это международная самая глобальная организация в мире. А я ее член, соответственно, я транслирую ее ценности. И все-все-все. И дальше уже можно было ссылаться на исследования ICF, на авторитеты. Все на что угодно. То есть это вот сама принадлежность к огромному международному бренду, который заботится о золотом стандарте, о качестве коучинга. То есть это для меня было самое важное, и оно продолжает оставаться, потому что я это все использую. Затем в какое-то время, когда я уже заняла лидерскую позицию, мне было важно, и оно тоже продолжает быть сейчас, это встречи и возможности общаться с людьми из разных континентов. То есть это такое огромное единое пространство. В какую бы страну ты ни приехал или на каком-нибудь, например, ты в вебинаре международном не поучаствовал, ты сразу, у тебя есть уже ценностная сонастройка с людьми. То есть, о, ты член ICF, все. Мы после этого начинаем обниматься, как будто мы знали друг друга сто лет, потому что у нас есть очень много общего. То есть это действительно возможность быть частью огромного-огромного сообщества единомышленников по всему миру. И это не просто слова, а это, ну, не знаю, мой опыт этого много-много раз, много-много раз подтверждал, что ты приходишь, ты узнаешь, что это человек член ICF, и тебе следующий вопрос уже говорят. Слушай, а ты будешь в моей стране действительно без вопросов? Оставайся у меня. Пожалуйста, мы тебя организуем. И у нас были такие даже, я помню, прецеденты, когда сюда приезжали из других стран коучи, члены ICF, и мы им тут оказывали приемы и экскурсии. Я вот помню этот момент. И это остается. А сейчас, наверное, еще к этому добавилась возможность, ну, я не могу сказать получить, да, я, знаешь, могу сказать иметь доступ, наверное, к какой-то уникальной профессиональной информации, постоянно обновляющейся. Потому что слово «получать» – это как будто я сижу на диване, и мне тут приходят эти потоки информации, я хочу беру, хочу не беру. Нет, все-таки иметь доступ, а брать ее вот из этого большого источника, да, мне нужно самой. То есть вот доступ к самой передовой, я бы сказала, в отрасли информации. Потому что в последнее время именно, я вот сейчас больше слежу, что ICF постоянно проводит исследования, постоянно делает опросы, и постоянно мы узнаем о новостях первыми, скажем. Вот. И к этому еще добавляется, если я так более глобально беру, то в последнее время благодаря, я честно могу сказать, вашему отделению, которое сейчас в лидерской команде, то вот, например, сейчас есть очень хорошая возможность обмена опытом, да, это мастер-майнд, это другие проекты. То есть и на глобальном уровне иметь доступ к информации, и на локальном с точки зрения практического обмена опытом, связанного с деятельностью именно в нашей стране. То есть вот, наверное, это три глобальных таких, да, вещи, которые взаимосвязаны, и вот по мере моего развития они развивались и соединились. Я бы вот так сказала. Спасибо за тебя за такой глобальный ответ, потому что, на самом деле, у тебя действительно очень большой опыт и вхождение в ICF, и работы в совете директоров, и возглавление чаптера, и потом в том, что то, что ты делаешь сейчас, оно тоже сильно связано, много и на все откликаешься, куда мы тебя зовем и приглашаем, и готовы к этим мероприятиям. Это действительно целая вот такая, получается, история уже большая, но как-то можно проследить. У нас есть с тобой четыре минуты. У меня к тебе, я воспользуюсь служебным положением, задам тебе следующий вопрос. Сегодня день, посвященный бизнес-коучингу. Вот как ты отслеживаешь эти тенденции, что поменялось, может быть, за последние годы в использовании коучинга в компаниях? Ну, во-первых, он стал доступен более широкому числу людей. Если раньше, как я, во-вторых, в моей нише, да, или как-то с моей колокольней, если раньше это была некая привилегия и точечная такая для уровня топ, и это были такие небольшие эксперименты, то сейчас уже все больше и больше это просто заказы на пакеты, на целые пакеты. Совершенно недавно, например, я получила предложение выступить как коуч в компании, где коучинг просто предоставлялся как один из вариантов годового бонуса. Представляешь, то есть это такая нормальная система, просто вот кто-то может выбрать пакет коучинга как годовой бонус. Я считаю, что это просто, ну, именно распространение и просачивание такое на все слои. И я думаю, что коучинг тогда перестал быть какой-то, опять-таки, да, элитарной вещью, а это стало инструментом повышения эффективности. То есть вот, наверное, еще что поменялось. То есть к нему уже как более к прикладному начали относиться. Уже рационально HR-ы осведомлены, да, об эффективности. И к этому просто относятся уже, например, начинают как к другим вариантам консультирования, тренингу, коучинг. Уже вот есть вот это вот осознание, в какой момент тебе туда пойти и попросить. Вот это вот, наверное, основное. И тогда как ты предполагаешь, как будет дальше развиваться бизнес коучинг? Какие, может быть, там видишь тенденции или направления? Что ты думаешь об этом? Я думаю, что все идет к тому, что возрастет, и это общая тенденция, возрастет число лидеров, которые используют навыки коучинга. То есть будет образование руководителей коучинговым навыкам. Хотите корпоративным, хотите внешним каким-то угодно. И это станет одной из просто компетенций при назначении на определенные там, на занятие определенных должностей, а может быть и потом, в принципе. Вот. И при этом останутся внешние коучи просто для того, чтобы иметь возможность взглянуть на ситуацию со стороны, так как руководители – это часть системы, и они не всегда могут видеть все паттерны и все законобенности, которые там есть. Что касается… И сейчас это же тоже происходит. И коучинг сейчас больше всего запросов на work-life balance, на командный коучинг, чтобы сразу деятельность команды стабилизировалась, и на вот все-таки, опять-таки, в последнее время на адаптацию к изменениям все больше и больше. Сначала мы адаптировались к онлайн-формату, теперь мы адаптируем сейчас. Какой запрос идет идет? Интересно. Елен, у нас команды вот раньше мы ушли в онлайн, а теперь в оффлайн. Не все хотят обратно в оффлайн, половина хотят остаться в онлайне. То есть мы теперь думаем, а как же иметь смешанную команду? То есть вызовы постоянно, они существуют. Да, вот вы попробуйте быть такими гибкими, что у вас вот такая команда. Вот. То есть я думаю, что это вот как раз адаптация к постоянным изменениям будет. И более прикладные такие моменты. Елен, спасибо тебе огромное за то, что включилась сегодня и поделилась тем, что является частью твоего опыта и что является таким очень профессиональным взглядом и на тенденции, и на ценность того, что мы как сообщество в принципе делаем и что мы получаем, когда в ходе в ряды этого сообщества остаемся там так надолго. Спасибо тебе огромное за твой вклад, который ты продолжаешь делать постоянно во всех нас. Спасибо огромное. Я хотела сказать, что ICF Россия делает очень много, ICF делает очень много с точки зрения пожинания плодов. У нас сейчас очень становятся образованные сообщества относительно того, что коучинг может дать. И вот, наверное, это тоже связано с теми словами, которые я сейчас произносила. То есть они же откуда-то это все знают. Благодаря вам они это знают. Все. Спасибо. Все. Я отключаюсь. Спасибо.